Игрозор 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 образованием, поставив под сомнение право билгейтсовцев использовать какие-то там хитрые беспроводные технологии в контроллерах для Xbox 360. Ну так вот, на днях стало известно, что облом. Ничего у истцов не срослось и не склеилось, а Международная торговая комиссия США не обнаружила состава преступления. Всем спасибо, все свободны. Не получилось даже маломальски громкого дела с апелляциями и перебросом говна из окопа в окоп. Короче, ни хардкора, ни веселья. Именно. Но это далеко не все. Рассуждая Microsoft, нельзя оставить без раскрытия темы бабла и мощностей. Мы же любим посчитать миллиарды в чужих широких карманах. Уже ни для кого не секрет, что заграфон на обеих грядущих консольных монстрах в ответе компания AMD. Но до сих пор не было даже приблизительных оценок стоимости такого содружества. Боб Фельштайн, который ранее был не последним человеком в AMD, а нынче трудится на благо Nvidia, как бы невзначай и неофициально поделился, что дружба такая, конкретно Microsoft, влетела в более чем 3 миллиарда долларов. Судя по всему, экономить на новом поколении и на нас никто не собирается. И еще один миллиард, вложенный непосредственно в разработку 15 эксклюзивов для Xbox One, лишнее тому подтверждение. 8 из них, напомню, станут совершенно новыми брендами. Показатель элитности. А теперь о мощностях. Как выяснилось недавно, в постоянном подключении к сети интернет для Xbox One может скрываться, помимо неудобств, существенное преимущество. Новая консоль сможет использовать для своих нужд облачные ресурсы, вокруг которых в последнее время немало шума. Сколь гениальные, столь неоптимизированные клауд-сервисы никак не могли найти свое место в мире. И вот один из перспективных вариантов. Мол, мощность приставки легко вырастет втрое, а в будущем такие вспомогательные ресурсы вообще не будут ограничены ничем. Кроме, очевидно, низкой скорости соединения в отдельно взятых странах четвертого мира. Спасибо за ваше уточнение, коллега. На здоровье. Ну и вдогонку краткое объяснительное. Джефф Хэншоу, программный менеджер Microsoft, кое-как истолковал чудесное превращение Xbox в One. Судя по всему, его совершенно не волнуют трудности гугления, путаница с оригинальной первой Xbox и не очень благоприятная компания с PlayStation 4, которая для рядового покупателя звучит куда больше как новинка, нежели консоль мелкомягких. Джефф считает, что название они выбрали верное, и что значит оно вовсе не один, а первое и единственное в силу своей уникальности и крутости. Фу, а сама Microsoft на этом пока все. Или я что-нибудь забыл, коллега? Инди-игры. А, да, точно. Они самые. После презентации бытует мнение, что независимым разработчикам на платформе Xbox One делать нечего. Мол, все по-прежнему со всех сторон анально огорожено и всячески перекрыто. Так что, как говорится, nothing to do here. И go to Sony. Однако президенту развлекательного подразделения Microsoft Дону Метрику эти предположения не понравились. И он уточнил, что любит Инди, а для он их разработчиков обеспечит всю необходимую поддержку и даже специальный инструментарий. Иными словами, с Инди на консолях все будет хорошо. Слегка освежу вашу память, дорогие зрители. Сраные приставки. В общем, теперь точно все. Покидаем тему Microsoft, чтобы переключиться, наконец, на прочие немаловажные события. Интернет-магазин Amazon и всяческие его филиалы по всему миру чудят неимоверно. Британские амазонцы и амазонки недавно установили на Xbox One и PlayStation 4 предзаказные цены по 900 долларов за штуку, что как бы многим больше, чем сами производители обещают к старту. Но это далеко не главное. Так вот, сначала немецкий амазон, а теперь еще и итальянский, дразнят искушенную публику предзаказами на продолжение, в прямом смысле, «Побегушек азиатки веры». В качестве целевой платформы значится Xbox One, но мы-то с вами знаем. Некоторые возразят сейчас, что верить полуправдивым сведениям амазонцев нет резона, но вот на днях сама Electronic Arts еще раз косвенно подтвердила существование Mirror's Edge 2. В разделе пользовательской поддержки появилась страничка с игрой, да только почти сразу и пропала. К счастью, бдительные сетевые папарацци успели запечатлеть всю нужную информацию. Что тут сказать? Ждем скорого анонса на E3, и тут даже нечего спорить. Вот помяните мое слово. Сомневаюсь. Настоящий Костя не сомневался бы. Далее. Ubisoft на грядущей E3 обещает показать много всяких интересных игр, среди которых будет масса новинок. Ну разве это не прекрасно? E3 — это всегда прекрасно. Мы обязательно увидим четвертого Ассасина, Rayman Legends и Splinter Cell Blacklist. Еще покажут игру про South Park и подразнят новыми подробностями о Watch Dogs. Президент Ubisoft Ив Гельмо заверил всех, что на стенде компании работы для играшуров хватит на все дни выставки. Дескать, новинок будет не в проворот, успевай только в бложиках и твиттерах отписываться. Пресс-конференция Ubisoft состоится 11 июня в 2 часа ночи по Москве. Мы, конечно же, проведем уютненькую ретрансляцию на сайте. Да. Короче, с вами, как всегда, Константин Тростенюк и Максим Кулаков. Ну, не факт, может, еще кого-нибудь на трансляцию пригласим. Кстати, мы вообще все ивенты с E3 показывать будем, так что не забудьте сегодня навестить расписание стримов и повесить его себе на стикер. Несмотря на общий спад релизов, в июне будет много интересных эфиров. А теперь возрадуйтесь, любители тягот и невзгод виртуального выживания. Альфа Дэйзи неумолимо грядет. Дин Холл, ответственный за весь этот хардкорный ад, побеседовал немного с журналистами Гомосутры за жизнь, рассказал о значимости восприятия смерти, похвалился своими военными подвигами в Сингапуре, которые очень помогли ему в разработке концепции, и, наконец, пообещал уже в скором времени выпустить рабочую Альфу для всех желающих. Скромное закрытое тестирование уже идет, но только для очень ограниченного круга лиц. Там хоть локации, шири коридора. Что? Ну ладно, понятно, а что там с сюжетами и ролеплеями? Ты не конкурентноспособная копия. И горжусь. Короче, Дэйзи будет завоевывать мир по образу и подобию великой Майнкрафт. То есть, надо будет слегка заплатить за Альфу, потом докинуть за Бету, а следом и за релиз доплатить. Все это якобы начнется уже в июне. Ждем и боимся. Мне уже страшно. Ну ладно, давайте поговорим про графон, который, по мнению некоторых, всему голова. На носу уже NextGen все по традиции ждут какого-то феноменального скачка технологий, но причастные к подобным вещам люди почему-то не торопятся обещать нам фотореализм и запредельное качество. Борис Стерли, игровой директор Naughty Dog, имеет на этот счет особое мнение, которое не постеснялся озвучить журналистам Digital Spy. Вот что для тебя графон, Кость. Каким эхом в твоем сердце отдается фраза «новый движок», когда речь идет о любимой игре? Показатель элитности. Однако и новые Call of Duty, и даже Battlefield 4, которые прицеливаются в NextGen, не поторопились обзавестись принципиально новым движком в основе. Ты сгоришь. А я-то тут при чем? Да ты просто ничего не понял. Ну ладно, попробуем понять вместе. Сомневаюсь. Короче, господин Стерли уверенно заявил, что его студия тоже не будет пока менять движок, лежащий в основе их серии Uncharted и новенькой The Last of Us. Он вспоминает уже минувшие переходы из поколения в поколение, и каждый раз на повестке невероятный прорыв, божественный графон и прочее подобное. Однако, конец немного предсказуем. И вот сейчас он, видимо, опасается примерно того же, поэтому не намерен тратить силы своих золотых специалистов на изобретение велосипеда с более круглыми колесами. Лучше уж заменить их у старого, пройтись наждачкой, перекрасить и так далее. Короче, забавная история, будем следить за развитием событий. В заключении поговорим немного о нашей любимой и уважаемой Square Enix, у которой, к сожалению, всё далеко не в порядке. Последние годы все причастные к конторе люди трудились не покладая рук и подарили нам потрясающую Deus Ex Human Revolution, а за прошлый год Sleeping Dogs, Hitman Absolution и Tomb Raider. Каждая игра по-своему прекрасна, но покупатель обманул ожидания компании, и теперь её новый царь Йосуки Мацуда готов высказаться о предполагаемых причинах такого провала. Господи, не томи, у меня уже сердце заболело. Йосуки пришёл к выводу, что всё дело в закрытом процессе и ограничениях информации для потенциальных игроков. На примере Kickstarter он осознал, что имеет смысл сразу вываливать как можно больше карт на стол, а не творить что-то за кулисами, мучая фанатов. Тем более, если дело касается каких-то сиквелов, когда народу очень важно знать, как и куда развивается любимая серия. Я не осилил. Короче, много закрытых презентаций для прессы, мало общедоступного геймплея, полный игнор прямой связи с предзаказчиками и так далее. Всё это беда-печаль. А хорошо, это Kickstarter, Steam Greenlight и Early Access. В дальнейшем Йосуки обещает исправиться, обильно снабжать игроков информацией, не торговать котами в мешках, пусть даже и породистыми, и вообще всячески взаимодействовать с аудиторией в открытую. Ну разве это не прекрасно? Чудесно. От души же. Надеемся и верим. Ну и замечательно. Давай сворачиваться уже. Да погоди ты, надо ещё твоих традиционных новостей одной строкой накатать, которые меня так утомляют. Какой же ты отвратительный, а? Зато честный. Сомневаюсь. Короче, Блиц новости. Уникальную коллекционную версию Grid 2 предложат покупателям за 125 тысяч фунтов стерлингов. В комплекте, помимо самой игры в версии для PlayStation 3, будет, собственно, ещё и консоль, путёвка на автозавод, гоночный костюм со шлемом и, на минуточку, очень настоящий гоночный болид Бак Моно. От души же. Легендарная Star Wars Knights of the Old Republic выходит на iPad совсем скоро и внезапно. Новое управление, по впечатлениям очевидцев, едва ли не круче прежнего. А вот графон старый, но это не имеет никакого значения для культовой RPG. Спасибо за ваше уточнение, коллега. 4 июня выйдет в свет первая DLC для Crysis 3, которая содержит новые пушки, два новых мультиплеерных режима, четыре карты и, внимание, тропический остров из, предположительно, первой Far Cry. Дополнение так и называется – The Lost Island, а стоить будет 15 баксов или 1200 Microsoft Points. Ну разве это не прекрасно? Тираж, нашумевший GTA 4, преодолел отметку в 25 миллионов копий. Феноменальная цифра и отличная мотивирующая новость для всех, кто собрался покупать GTA 5. Хотя, проще сказать, вообще для всех. Все же купят GTA 5. Серый, угрюмый и монохромный отстой для тупых подростков. Sony ни с того и ни с сего просто взяла и подарила ночью, так же известному как Маркус Персон и отец-основатель Майнкрафт, золотую первую PlayStation. Трудно предположить, что все это значит, но наверняка это какой-то знак. Показатель элитности. Что ж, с новостями сегодня все. Костя наверняка рассказал бы больше и подробнее, но я уже слишком стар для этого. Поэтому просто перейду к Болиц-ревью, которое вы уже по сути видели, но только по превью-версии. А так как мне лень играть во что-то другое, то я злоупотреблю вашим вниманием и буду паразитировать на одной теме. Какой же ты отвратительный, а? Ты вообще не умеешь комментировать объемно и по существу? Слегка освежу вашу память, дорогие зрители. С вами, как всегда, Константин Тростенюк и Максим Кулаков. Ясно. Сомневаюсь. Все, учкнись. Короче, вчера-таки состоялся в меру грандиозный релиз Грид 2. А это для меня событие знаковое. Я уже на тот момент почти прошел сингл, так что сразу же ринулся в мультиплеер. Откровенно говоря, я ринулся чуть раньше, но до релиза на нашей с вами половине глобуса там было скучновато. Если кратко обозначить свои впечатления от сингла, то скажу просто, это лучшая гонка для ПК на данный момент. Можете, конечно, вновь сейчас визжать про всякие гран-туризмы, но я не устану повторять, что консоль свою я подарил, а геймпад сжег. На форумах стима уже, конечно, пошли знатные срачи и нагрянули веселые тролли, которые не упускают шанса подколоть бедняк, не знавших заранее про отсутствие вида из кабины. Но все это особо не важно, потому что игра получилась отличная и многогранная. Там хоть локации, шири коридора. Там есть локации, уже не скажу чьей, не скажу чего. Но в этом прикол. В первой части было слишком много вариантов срезать и воспользоваться преимуществом, если хорошо знаешь трассу, а соперник только на стадии ознакомлений. Но это все ушло в прошлое. Ставка на мастерство теперь превыше всего. За любую попытку срезать угол, двигатель просто выключают на секундочку. Казалось бы, мелочи, но это на первый взгляд. Пока снова включишься и разгонишься, неизбежно пожрешь грязи из-под колес самого последнего гонщика. И это пол-дела. Для настоящих любителей испытаний ввели новый режим, в котором маршрут выстраивается произвольно, и нужно реагировать на все в реальном времени. Ты тоже говорил! Практика показывает, что повторение мать учения. Но вот чего я не мог рассказать по впечатлениям от превью-версии, так это про другой новый режим, который вообще караул. На трассе, помимо участников гонки, еще огромное количество пикапов, едущих со средней скоростью и соблюдающих все правила. Местами даже образующих пробки. Сверхзадача — обогнать как можно больше он их, ни к чему не прикасаясь и не съезжая с трассы за означенное время. За каждый обгон дают очки. Сперва сотка, но с каждым новым обходом по сотке сверху. И так до тысячи. Но между обгонами время ограничено, иначе очки неумолимо ползут вниз. За каждое касание или съезд с трассы — сброс. Невероятно круто. Ну ладно, понятно, а чё там с сюжетами и ролеплеями? Наркоман, что ли? Ну такая ролевая система с ней что? Ролевая система вся в мультиплеере. Зато это практически отдельная игра. Там нужно зарабатывать деньги и опыт, покупать автомобили, проходить различные особые испытания и так далее. Есть даже задатки какой-то социальной системы. Можно подбирать себе равных противников в отдельном пункте меню. Или же завоевывать славу в небольших независимых соревнованиях, где не надо никого ждать в лобби. Можно просто ехать и исполнять всё, на что способен, чтобы побивать заданные рекорды. Ну а потом и чужие. Короче, всем категорически рекомендую. Если вдруг кто-то срочно нуждается в более наглядном ознакомлении, ждите запись вчерашнего прямого эфира. Мы рассмотрели мультиплеер со всех сторон. А я пока умолкну, а то мне нечего будет рассказать уже в полноценном видеобзоре. И по делам. Давай, самое время сказать ту фразу. Ну и замечательно. Давай сворачиваться уже. А, нет, я тебя обманул. У нас ещё кое-чё на повестке. Ну да, я как раз подводил к очередному косарю. Не знаю, что ты там к чему подводил, но и вправду самое время расстаться с тысячей. На этой неделе мы её отправляем в кошелёк Виталия Гавдана. Или Гавдана. Неважно. Он накатал развернутое исследование вторичного рынка на разных консолях, что крайне актуально в наше-то некстгеновое время. Чтиво весьма познавательное, так что советую приобщиться. Картинок, правда, не хватает сильно. И позитиватор с сиськами нет. Короче, ни хардкора, ни веселья. Ты читал вообще? Я не осилил. Кто бы сомневался. Ну и замечательно. Давай сворачиваться уже. И правда. Сегодня первый день лета и международный день защиты детей. Так что мы прощаемся с вами. И тем самым защищаем от нашего пагубного влияния. Будьте умницами, не болейте. Готовьтесь к экзаменам и оставайтесь на СтопГеймеру. С вами были Максим Кулаков и дешёвый китайский клон Константина Тростенюка. Сраные приставки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова